Здравствуйте, дорогие друзья! После таких мощных глобальных тем предлагаю прослушать более легкую тему, но не менее интересную. На пороге Вознесения праздники. Отец-Абсолют энергии. Здравствуйте, дети мои любимые! Сегодня мы поговорим с вами о праздниках, но уже не о религиозных, а о государственных. О том, какова их энергетическая составляющая и какое влияние оказывают они на сознание людей. Как правило, государственные праздники призваны развивать и укреплять чувство патриотизма своих граждан. Очень часто они приравниваются к датам победы над врагом или к каким-то другим выдающимся событиям страны, тем самым демонстрируя ее превосходство над другими государствами. Целью их является вновь и вновь вызвать у населения гордость за свой народ, за свою страну, за свою историю, тем самым укрепляя в людях любовь к родине. С точки зрения человека трехмерного мира все это выглядит весьма похвально. И люди действительно испытывают патриотические чувства по отношению к своей стране. А что происходит при этом на тонком плане Земли и как выглядит все это с божественной точки зрения? Представьте себе земной шар в виде глобуса с четкими государственными границами, а над каждой стороной зависает ее собственный эгрегор, который в зависимости от того, какое место в мире занимает страна, или разрастается до огромных размеров, или имеет весьма скромные размеры. Например, очень мощными выглядят эгрегоры США, Франции, Англии, России, Китая, Японии и многих других ведущих стран мира. Но даже те страны, которые занимают самое незначительное место на мировой сцене, все же имеют свои собственные эгрегоры, которые в основном и подпитываются национальными идеями и государственными праздниками. С энергетической точки зрения это выглядит как эго каждой стороны, представленное в астральном плане. И такие эгрегоры являются своеобразным символом разделения этого порождения трехмерного мира, в основе которого лежит дуальность. Но особенно сильны с энергетической точки зрения военные праздники и парады, во время которых демонстрируется военная мощь той или иной страны. Они несут в себе колоссальную энергию агрессии, поскольку любое оружие, даже если его не применяют, подразумевает убийство, горе и страдания. А это в свою очередь порождает страх смерти, что, как вы знаете, является энергией самых низких вибраций, существующих на Земле. Поэтому каждый такой праздник утяжеляет эгрегор данной страны мощным выбросом этой негативной энергии. Но неужели нет хороших праздников на нашей Земле, спросите вы? Конечно, есть. И это те праздники, которые не несут в себе разделения, гордыни или агрессии. Это праздники, пронизанные энергией любви. Те, которые славят природные стихии. Женщину, мужчину, ребенка. Праздники юмора и смеха. Детские праздники. Праздники музыкальные и театральные праздники и фестивали. Словом, все, что приносит людям радость, развивает в них творческое начало, повышает их культурный уровень. Как правило, это общечеловеческие праздники, которые не содержат в себе никакой национальной, политической или социальной подоплеки. И вызывают в людях самые светлые чувства, несущие им свет и любовь. И я желаю вам, родные мои, чтобы именно таких праздников было как можно больше в вашей жизни. Чтобы они объединяли народы. Помогали человеку ощутить себя полноправным членом единой, дружной семьи, проживающей на планете Земля. И тогда исчезнут все границы, разделяющие ваше сознание. И вы сумеете создать единое пространство света и любви, которое окутает вашу красавицу Землю и поможет ей вознестись в Пятое измерение. Благословляю вас на это и очень люблю. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «На пороге Вознесения. Праздники». «На пороге Вознесения»